Спасибо большое. Добрый день. Я очень рада вас всех видеть здесь. Мне очень приятно, что собралось столько людей, которым неравнодушно будущее Молдовы. Ну, для начала меня, конечно, уже представили. Меня зовут Наталья Дашкевич. Я руководитель общественной организации «Молдова за мир». Но помимо этого я еще и мать двоих маленьких детей. Я дочь пожилых родителей. Я руководитель небольшого бизнеса. И я человек, которого никто не ждет за границей. Молдова – мой дом. И бежать отсюда мне некуда. Поэтому со своей стороны я сделаю все возможное для того, чтобы не допустить втягивания Молдовы в воронку военных действий. На самом деле есть четко разработанные шаги, которые, если мы объединим усилия и предпринимем их, то мы можем избежать втягивания Молдовы в войну. Сейчас самое главное – это президентские выборы и референдум. И поверьте мне, что Майя Сандо сделает все возможное для того, чтобы удержать власть в своих руках. Именно по этой причине была придумана мошенническая схема с референдумом. Именно по этой причине были признаны изменения Конституции. Она хочет повысить явку, она хочет удержаться на своем посту. А мы в свою очередь должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить этого. Что же такое референдум? Зачем он организуется? И что мы можем сделать для того, чтобы не позволить ему пройти? Единственная возможность уберечь Молдову от войны – это не позволить им вносить изменения в Конституцию по их усмотрению. Ведь в самом начале что нам сказали? Нам сказали о том, что на референдуме будет задан вопрос. Видим ли мы будущее Молдовы в составе Европейского Союза? И у нас в Молдове на самом деле проживает огромное количество людей, которые хотят, чтобы Молдова развивалась в европейском векторе. Но вопрос на референдуме поменяют. И задавать будут, согласны ли мы на изменения Конституции. О каких изменениях идет речь? Кто-нибудь знает? Нет, нам не говорят, какие изменения хотят внести. По большому счету, нас сейчас просят дать одобрение на изменения, которые не хотят озвучить. Я уверена, что Майя Санду не будет участвовать в президентских дебатах. И она никому не будет отвечать на вопрос, о каких именно изменениях идет речь. По сути, нас сейчас просят проголосовать за кота в мешке. По поводу бойкота. Я хочу напомнить вам, что у Республики Молдова уже есть опыт успешного бойкотирования референдума. Это бойкот 2010 года, когда нам задавали вопрос, согласны ли мы на выборы президента народом. И тогда, на мой взгляд, мы очень неплохо справились с этой задачей. Значит, что граждане Республики Молдовы могут действовать сообща. Мы можем бойкотировать этот референдум. Одна из главных задач антивоенного движения – это обеспечить контроль за процессом голосования и не допустить фальсификации на выборах. В день выборов 20 октября мы будем одновременно выбирать и президента, и голосовать на референдуме. Сейчас власть, используя все те возможности, которые у нас есть, будут убеждать нас о том, что мы обязаны участвовать и в одних, и в других выборах, либо мы должны отказаться от возможности выбирать своего президента. Но я, как человек, который очень много лет работал на избирательных участках, могу уверить вас, что у нас есть возможность взять бюллетень по голосованию за президента и сделать свой выбор. И отказаться брать второй бюллетень по референдуме и не расписываться. Скорее всего, власть будет сейчас очень активно агитировать за то, чтобы мы испортили бюллетень референдума. Это самая выгодная для них сейчас ситуация, потому что в таком ситуации голоса будут распределяться в зависимости от большинства проголосовавших. Наша основная задача – это проявить единство и не брать бюллетень по референдуме, для того, чтобы явка не смогла превысить 33%. Я на самом деле искренне верю, что молдаване смогут объединиться в данном вопросе, и мы все вместе сможем спасти Молдову. Я уже говорила, я мать двух маленьких детей, в этой стране проживают мои пожилые родители. И я очень надеюсь на то, что мы справимся с этой ситуацией и сможем спасти Республику Молдову все вместе. Спасибо вам большое.